Наступает момент поступления, я передумываю и поступаю в эстрадное отделение. То, что было раньше и то, что есть сейчас, это большая разница. Всегда нужно спрашивать тех людей, которые здесь собираются жить и работать. Ну, звукооператор должен быть музыкантом. Вот в этом мне повезло, очень повезло. Я люблю свою работу. Я работаю с 2013 года звукооператором. До этого я работал в пожарной охране диспетчером. И, как говорится, под конец дембеля, там уже оставались считанные месяцы, мне хотелось быстрее уже там дослужить. И я договорился с директором, тогда была Светлана Колбина, что она меня уже как бы заранее берет. Как только я оттуда увольняюсь, я прихожу сюда и устраиваюсь. Я хотел иметь музыкальное образование, но это было в 80-х годах. Расскажу один такой случай. Я учился в профессионально-техническом училище города Суздаля. Тогда это называлось ВОКШа. Там я учился на тракториста. На втором курсе я решил бросить это дело и поступить в музыкальное училище города Владимира. У меня был преподаватель здесь, в Доме культуры. Я уже сюда ходил. Это в 85-м году, в 86-м. Сергей Тилков, ныне оставивший нас на этой земле. И он меня свел с одним педагогом, с которым мы договорились. Он со мной занимается. Но при этом я должен был купить у него контрабас и смычок. Контрабас 300 рублей тогда стоил и смычок 150 рублей. Деньги были большие по тем временам. Наступает... А, и при этом я должен был поступить на классическое отделение на струнника. То есть классику играть. Хотя душа у меня к этому не лежала. Душа лежала к джазу, к эстраде. И наступает момент поступления. Я передумываю и поступаю в эстрадное отделение. А этот преподаватель сидел в экзаменационной комиссии. А там если хотя бы одна двойка по специальности, то ты автоматом вылетаешь. Что в принципе и произошло. Но зато я у него не купил ни контрабас, ни смычок. Сэкономил деньги. Но и не получил образования. Но судьба потом в армии свела меня с военным оркестром. Я прослужил там два года в программ войсках. Там очень многому научился. И нотной грамоте немножко. И слух свой развил, соответственно, побольше. Музыка для меня это все. Это все. Это и семья моя, и моя работа, мои друзья. Все в музыке. И все вокруг нее и происходит. Это один из последних вариантов группы. До этого еще были проекты. Играли тоже. Но последний образовался в 2014 году. Как обычно, в Новый год, как примерно в фильме. В баню не ходим, но собираемся за столом. И проскочила такая идея. А что бы нет? Что бы не создать? Музыканты есть. Есть какие-то молодые, из которых можно лепить. Классное тесто получается. Вот так и получилось. Направление сначала было как бы такой эстрада немножко. Но вот наш молодой вокалист, Арсен Битков, он нас как-то сподвиг все-таки приблизиться больше к рок-н-роллу и блюзу. И вот сейчас я этим направлением больше всего горю в музыке. Планка, может быть, не знаю, просто играть, просто любить эту музыку. Получается, если кто-то нас приглашает, это хорошо, конечно. Но мы достаточно редко выступаем. Очень редко. Сейчас в связи с этой пандемией ничего нет. Но было предложение до нее выступить на ГТК, наш туркомплекс, местный, Суздальский байк-шоу. И было предложение нам, как местным, вроде бы, то, что из-за того, что мы местный коллектив, показать, что в Суздале тоже играют блюз и рок-н-ролл. Трудности, самая большая трудность, это акустика теперешнего зала. То, что было раньше и то, что есть сейчас, это большая разница. То, что раньше зал, потолок был по старинке обид драмками, он был деревянный. На драмке была штукатурка. Все это поглощает звук прекрасно. И плюс то, что по периметру была лепнина, это тоже в себя поглощало звук, а где-то отражало. А сейчас это просто квадрат. В музыке это не есть хорошо, в звуке. В звуке это плохо. Прежде что-то делать, тем более в таких помещениях, всегда нужно спрашивать тех людей, которые здесь собираются жить и работать. Этого не было вообще, когда делали этот новый зал. На данный момент нужно, конечно, большие деньги, чтобы сделать хорошую шумоизоляцию этого зала. Это большие деньги, на самом деле. Это не просто так. Это не просто завесить тряпками. Здесь надо все грамотно сделать, чтобы это было красиво. И с профессиональной точки звука это было правильно. В профессии мне нравится, я вообще, как бы, вот, ну, для нашего создателя редко найти работу, за которую тебе платят деньги, которую ты любишь безмерно. Вот в этом мне повезло. Очень повезло. Я люблю свою работу. А уж коллектив, который здесь, в ДК, просто суперский, хороший. Хороший коллектив, очень дружный. Ну, таких случаев, да хрен, очень много. Все и не упомнишь сразу. Ну, такие курьезные случаи бывают иногда. Звезды приезжают, но только не на концерте, а перед ним, перед концертом, когда он выходит на сцену с микрофоном, раз-раз-раз просит. А вот здесь вот можно средних чуть побольше? Я говорю, да-да, но знаю при этом, что это будет нехорошо. Я делаю, что кручу, и он говорит, о, вот так в самый раз. Я говорю, окей, все хорошо, работаем дальше. Мое первое выступление было на этой сцене в 86-м году. Локальный инструментальный ансамбль, живые инструменты, живые музыканты, все супер. Это я не забуду никогда, даже фотка осталась с этого концерта. Волосы у меня только начинали расти, они были до плеч уже в тот момент. И отращивал. Ну, в армии все равно сбрили. Вот это я не забуду, наверное, никогда. И пели мы песню Игоря Николаева, по-моему, да, «Старая мельница». Я играл на бас-гитаре и подпевал, ну, был на бэках. А рекомендации? Ну, обязательно надо быть немножко музыкантом, чтобы быть звукооператором. Потому что, если ты музыкант, твои уши уже слегка натренированы. И я не имею в виду, что это ноты надо знать, а слушать музыку хорошую. Не только попсу, надо слушать любую музыку, всю. Рок, джаз, блюз, классику, классику прямо процентов 70 надо слушать. Там только уши твои начинают тренироваться очень хорошо. Ну, звукооператор должен быть музыкантом. Это мое утверждение. Ну, оно в большинстве случаев так и есть. Профессия не особо распространенная, редкая довольно-таки. И с кем я не знаком, любой звукач, он на чем-то доиграет. Вот это вопрос очень хороший. И я думаю, что мы с нашим руководством города это все подумаем хорошенько и воплотим все-таки это в жизнь. То есть, как делается... Ну, не будем брать Европу. Я не уверен, что там это тоже часто происходит. Ну, вот в городе, в котором я был, в Германии, да и с нашим побратим Артенбург, там народ приучает к классике. Я не уверен, что у нас это пойдет здесь. Нам здесь нужно, если делать какую-то программу этой музыки, то есть надо делать час такое-то направление, час другое направление. Не нужно целый день народу в уши улупить классику. Надо, чтобы он просто познавал все эти направления музыки. И тогда мы услышим, конечно, немало критики в свой адрес, но постепенно это сойдет на нет. И народ уже просто приучится к хорошей музыке. Это воспитывает человека. Реально воспитывает. Ну, мое отношение к плюсам, минусам самое отрицательное. Я бы за то, чтобы здесь был живой бенд, живые инструменты. То есть живые инструменты должны участвовать во всех фонограммах. Живые инструменты, а не тот пластик, который на этих самоиграях, караоках и еще где-то. Если же мы делаем фонограмму, то со стороны исполнителя по-любому нужен поиск качественной, хорошей фонограммы. Которой не нужно ни исправлять, ничего с ним делать не нужно. И обязательно же в этой тонарности, в которой была сделана фонограмма. По поводу записи голоса, нужна прямо конкретная дисциплина среди всех вокалистов, которые здесь работают и которые со стороны приходят, чтобы уши были на месте. Уши всегда должны быть на месте, потому что исправлять это. Это адский труд, это можно сойти с ума, это целые сутки сидишь, и у тебя ничего с этим голосом не получается. Даже с помощью каких-то программ. Хотя делаю все вручную. И все это без толку. И в результате мы выпускаем потом на сцену. Не очень хороший плюс. Что хотелось изменить, это, я думаю, с директором мы уже обсудили это все, и начнем потихоньку делать студию звукозаписи. Которую максимально мы заглушим, сделаем хорошую акустику. Акустический поролон везде наклеим. Но не везде, по мере надобности. И за дел на будущее там можно записывать не только солистов, чтобы записывать не только солистов, а и какие-то коллективы живые с инструментами. Вот я думаю, что это будет хорошее изменение. А то мы все, костюмы, костюмы. А нам, звукачам, тоже хочется. Это же делается все для всех. Для всех. К тысячелетию города Суздаля Хотелось бы, чтобы, во-первых, был отделан этот зал. Хорошей шумоизоляции. Что еще? Ну, студия, дай бог, будет раньше еще. Даже не знаю, ну, вроде все нормально, коллектив хороший, ничего не нужно менять. Конечно, хотелось бы, чтобы еще штат у нас был пошире, чтобы приглашать на достойную зарплату музыкантов. У певцов вроде бы все у нас нормально с певцами, но музыканты, они не только играют, они еще и петь могут хорошо. Это было бы большим поспорьем. И если создать хороший бэнд здесь, я имею в виду не только эстрадные, а любую музыку, что мы здесь играли, своим коллективом. Удивляли жителей нашего города. И чтобы елей на их уши лился с этой сцены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова